Привет, друзья! И мы продолжаем рассказ о программах для обработки Magic Lantern Raw Video. Сегодня наш герой MLV App. Совсем новая и очень интересная программа. Вы спросите, почему у меня в руках грабли? Да потому что, на первый взгляд, эта программа проста как грабли. Но с такими граблями можно докопаться до самого золота. Давайте посмотрим, как это сделать. Поехали! Итак, переходим к следующей программе MLV App. Программа совсем молодая. Ей еще только год от роду. Она пока находится на стадии альфа-версии. Но в отличие от MLV продюсера, она кросс-платформенная, то есть работает под Windows, Mac и Linux. Для меня это отличная новость, так как я работаю в основном на Mac. У программы просто роскошный интерфейс. Он простой, не перегруженный и интуитивно понятный. Хотя с каждой новой версией программа потихоньку обрастает новыми кнопочками и менюшками. Оговорюсь, как ни крути, но, к примеру, у MLV продюсера все-таки тяжеловатый интерфейс для новичка. Надо сначала присмотреться и настроить его под себя, вот тогда уже все будет точно под рукой. А с MLV App все немного попроще. Она действительно простая, и чтобы сделать какие-то базовые вещи, не нужно читать 300-страничный мануал в PDF или смотреть сотню обучающих роликов. Ну, собственно, программисты, которые работают над подобными программами, не очень любят писать руководству пользователя. Они отчасти справедливо считают, что если надо объяснять, то и не надо объяснять. Так что не удивляйтесь, в этой простой программе есть функции, которые никто не знает, как работают, и узнать, в общем-то, неоткуда. Но это ее совершенно не портит. Перейдем теперь к делу. Программа поддерживает только MLV-формат и с другими типами файлов не работает. Есть поддержка пакетного режима. Можно загружать сразу много файлов. Копировать, вставлять примененные коррекции. Сохранять и применять настройки между различными файлами. Можно рендерить конечный результат пакетный для всех выделенных файлов. Правда, пока такая массовая обработка иногда приводит к вылетам программы. Есть поддержка аудиодорожки для тех, кто пишет видео со звуком. Присутствуют все привычные контрольно-измерительные видеоскопы. Однако уж очень они мелковаты, так что полноценно мне удается пользоваться только RGB-кистограммой. Зато есть режим индикации участков пере- и недоэкспозиции. Пока в доступной версии нет кнопки временного глобального сброса на ноль всех настроек для оценки до-после. Зато только что в вышедшей новой версии появился сброс значений отдельных ползунков до дефолтного значения двойным щелчком мыши. Режимов масштабирования видео в окне только два, 100% и подогнанный под размер окна. Зато работает приближение удаления колесиком мыши. Есть черновой режим дебайринга, то есть декодирование RAW-видеоданных для быстрого просмотра. А есть высококачественное превью, правда требующее кэширование. Программа позволяет подрезать начало и конец видеофайла, перевернуть картинку вверх ногами, растянуть картинку в любых пропорциях, что удобно, например, при обработке slow motion с частотой 50-60 кадров в секунду, когда картинка требует непропорционального растягивания по высоте. Есть набор готовых простеньких цветовых фильтров, имитирующих пленку, сцепию и т.д. Есть возможность подгрузить и применить любой лут из тех, что есть у вас на компьютере. Набор ползунков для настройки экспозиции, баланса белого и насыщенности вполне стандартный, не перегружен лишними элементами и понятен интуитивно. Кстати, в самой свежей версии появился баланс белого пипеткой, причем можно выбрать как среднесерый объект, так и тон кожи для установки баланса белого. От версии к версии растет качество повышения резкости. Теперь детализация изображения очень хорошая и резкость настраивается весьма деликатно, без грубых артефактов. Здесь также есть набор функций для работы с Dual ISO. Разработчики плотно работают сейчас именно над этой функцией, было бы интересно потестировать, но, к сожалению, моя камера не снимает в этом режиме. Посмотрим, что же предлагает нам MLV App в плане борьбы с наиболее частыми проблемами, характерными для MLV видео. Муар. Здесь подход у программы несколько иной, чем у MLV Producer. В разделе детализация есть два ползунка – резкость Sharpen и Chroma Blur Radius. Также checkbox Chroma Separation. Это позволяет нам повысить резкость только для канала яркости, не усугубляя муар в цветных каналах. И более того, отдельно слегка понизить резкость цветных каналов, что визуально выражается в явном уменьшении муара, при сохранении приличной детализации всего из выражения в целом. Если не переборщить и корректно подобрать параметры, работает этот инструмент очень неплохо. Мне отлично нравится, что в данном случае программа дает нам в руки гибкое ручное управление, а не просто кнопку вкл или выкл, как это сделано в MLV Producer для удаления муара. Но это дело вкуса. Кстати, в последней обновленной версии MLV App в настройках экспорта появились новые, еще более эффективные алгоритмы устранения муара. Они располагаются в выпадающем списке Smooth Alizing и их аж 4 штуки. Задействовав эти алгоритмы, мы сильно замедляем рендеринг, а результат не всегда предсказуем, так что нужно пробовать и сравнивать в каждой конкретной ситуации. В плане устранения горячих пикселей нам здесь недоступно ручное удаление точек, как в MLV Producer, зато программа все готова сделать сама с разной степенью агрессивности, и мы либо разрешаем ей это, либо нет. По моему опыту, работает функция очень даже неплохо, хотя иногда горячие пиксели остаются видны. Тут важно правильно презентовать программе горячий пиксел, то есть активировать инструмент удаления тогда, когда на видео дефектная точка хорошо и контрастно видна. Как обстоят дела насчет пересветов и как работает программа со светами на грани пересвета. В MLV App есть все привычные нам ползунки для работы со светами, а также очень удобная функция Highlight Reconstruction с различными алгоритмами. Она работает отлично, одним нажатием галочки сразу показывая пределы возможного. И в этом новая программа выигрывает у MLV Producer, где, по моему мнению, не всегда можно быстро добиться ожидаемого результата. Но, справедливости ради, должен сказать, что в MLV App достижение натурального и красивого фактурного изображения, например, в зоне сплошных белых облачков, мне лично удается редко. Результат иногда выходит плосковатый, но это я уже залез в частности, чего не стоило делать сейчас, наверное. Недоэкспонированные области MLV App вытаскивает на ура, как обычно обнажая на моем видео типичный цифровой шум с вертикальной исчерченностью – бандинг. Поэтому, когда я впервые увидел в программе MLV App кнопочку Pattern Noise, я поначалу подумал, что это как раз для моей семерки сделано. Но, увы, оказалось, что это не работает так, как я ожидал. Обычного классического универсального шумодава в программе тоже нет, так что цифровой шум в тенях остается с нами и на выходе из MLV App. Отчасти смягчить цветной шум позволяет функция Chromo Separation и Chromo Blur Radius, но это далеко не стопроцентный способ. Есть, правда, в MLV App возможность загрузить образец цифрового шума с камеры – Noise Pattern. Из видеофайла, снятого с закрытой крышкой, берется черный файл, который не содержит изображения. Я уже упоминал о таком инструменте, рассказывая про MLV Producer. Так вот, образец шума нужен для анализа программы и выполнения алгоритма, известного как Dark Frame Subtraction. Этот метод вычитания черного кадра давно используют астрофотографы. А последние годы он по умолчанию на автомате используется в большинстве фотокамер для шумоподавления на длинных выдержках. Применительно к видео в MLV App это задумано следующим образом. Снимаем несколько секунд видео с закрытой крышкой объектива или с заглушкой байонета вместо объектива. Желательно делать это в процессе обычной съемки, чтобы все съемочные параметры были теми же, что и в обычном видео без крышки. Так, если вы снимали непрерывно полтора часа в душном помещении и матрица раскалилась до бела, то и черный кусок видео тоже нужно делать в этих же условиях, а не на завтра с утра на холодную матрицу. И так далее, загружаем этот черный MLV файл в программу, как обычный видеофайл, и сразу же экспортируем его как MLV с пресетом Averaged Frame. Так мы получаем на выходе один усредненный кадр, который уже можно загрузить в соответствующем модуле программы, нажав на желтую папочку. Думаю, наиболее эффективно данный алгоритм работает при съемке на высоких значениях ISO. Кому интересно, попробуйте. После выполнения всех коррекций мы можем экспортировать файлы из программы, используя очень простой и удобный диалог настроек экспорта, в котором заложен большой набор форматов экспортируемых видеофайлов, включая общепринятые монтажные кодеки, форматы видео вообще без сжатия, разные варианты синего DNG-секвенций, ну и, конечно, обычный H.264. В целом, программа мне очень нравится. Несмотря на альфа-версию, она у меня работает более-менее стабильно, если, конечно, не злоупотреблять пакетным рендерингом десятков или сотен файлов с разными настройками экспорта. При обработке отдельных файлов по одному на моем стареньком Mac Mini 2012 года она почти летает. Короче говоря, для решения большинства простых задач все необходимые инструменты и настройки в программе есть, при этом интерфейс интуитивно понятный. Качество видео на выходе из программы вполне достойное, хотя, может, и не лучшее в классе, но оперативность и прямолинейность рабочего процесса все окупает. Главное, не забывать включить автоматическое уведомление о наличии обновлений и своевременно их скачивать и устанавливать. Программа постоянно в развитии. Перед тем, как перейти к следующим программам, монстрам видеообработки и цветокоррекции, я хочу еще раз отметить, что, на мой взгляд, говоря об этих хакерских программах, которые для нас создали ребята-энтузиасты из команды Magic Lantern, я имею в виду MLV App и MLV Producer, мне кажется, вообще неуместно ставить им какие-то оценки, выносить вердикты, ибо дареному коню в зубы не смотрят. Эти программы для нас бесплатны, над ними ведется постоянная, пусть не очень быстрая, но непрерывная работа. Да, к ним нет толковых руководств пользователей в PDF и официальных обучающих видеокурсов тоже нет, но зато они постоянно улучшаются, а значит есть надежда, что в конце концов процесс обработки видео, снятого с прошивкой Magic Lantern, перестанет внушать ужас новичкам. На этом все об MLV App, и дальше я продолжу рассказ о других программах для обработки Magic Lantern RAW видео, которым вы можете уже сейчас перейти по ссылкам на экране или в описании под этим видеороликом. До встречи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!